Всю жизнь ходим, все это херня, коза курпеш баян целу, обалденно, ты его посмотришь и после мультика прям жить охота. Друзья всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Ну что, у нас сегодня с вами праздничный мукбанг, посвященный он ко дню всех влюбленных. Я решил поесть роллы, посмотрел видео других мукбангеров, где они аппетитно так едят роллы и я решил тоже заказать. Но у меня сегодня сет небольшой, здесь всего 16 штук. Во-первых, заказать большой сет это деньги, это раз. И во-вторых, ну что наедаться, как в последний раз, что жрать как свинота. Думаю, надо взять небольшой сет, это будет норм смотреться и соответственно по деньгам. Так, беру васаби, люблю васаби и вот у меня тут этот соевый соус. Доставку привезли, ну сравнительно быстро, где-то часок наверное я подождал, пока там голову помыл, пока побрился, то она умна, все дела. В общем, решил заказать роллы, да, пришли роллы. В общем, те люди, которые живут в других странах или в Казахстане и не отмечают такой праздник, да, вы, конечно, в меня тухлые помидоры не бросаете. Бью просто водичку. Потому что есть в Казахстане люди, которые говорят, что это не наш праздник, все дела. Ну, знаете, я отношусь к праздникам легче, более так позитивно, потому что... Потому что... Сейчас отвечу. Так, давайте начнем с Филадельфии. В принципе, доставка это нормальная. Опять-таки, кто сейчас будет мне писать про такие праздники, да, что все дела. Я к таким праздникам отношусь легко. Есть люди у нас, которые говорят, что это не наш праздник, да, что это типа... Не казахстанский, не казахский праздник. Нет, я вообще к праздникам отношусь проще. Если этот праздник, где вы со своими близкими будете, да... Это я в Филадельфию съел, а это такой, знаете, запеченной шапочкой. Если это праздник, где вы будете со своими знакомыми, друзьями, там, родными, сидеть, отмечать, есть вкусную еду и у вас будет хорошее настроение. Почему нет? Почему нужно... Обалденно! Почему нужно не отмельчать, например, да? Не знаю, мне нравится. Попробуем имбирь. Имбирь, оказывается, я не знал. Он нужен для того, чтобы ты, например, съела одну роллу. Он нужен, чтобы перебить вкус этого ролла и чтобы ты мог есть другой. Ну, имбирь не кажется таким отвратным, как в первый раз. Такой давайте попробуем. Это вот с икрой. Блин, разваливается. Гадина. У нас сегодня солнце, капец, светит. Я штору закрыл. Ещё подавиться не хватило на мукбанге. Я штору закрыл. Солнце прям такое. У нас так морозно. Не сказать, что прям тепло. Но, тем не менее, вот такой сыр у них хороший. Сейчас я это подвину. Вкусно. А вообще, если мы говорим про праздники, например, у нас в Казахстане есть свой день влюблённых, который тоже отмечается. Он идёт 15 апреля. 15 апреля. И он приурочен к героям древней казахской легенде. Называется Хоза Корпеш Баян Цулу. Эта поэма передавалась из уст в уста. И примерно где-то в 17-18 веках её написали на бумаге. Поэма Хоза Корпеш Баян Цулу. В общем, легенда заключается в следующем. Сейчас я съем и скажу вам. Почему-то шапочка какая-то мягкая слишком. Фиг знает почему. С утра поехал, отвёз один кардхолдер. Честно говоря, я думаю, его всего раз продам всё. Но мне там ещё пару штук осталось. Может, он 23 февраля уйдёт. Ещё одну съем сейчас. У меня Филадельфия, у Аллах всегда. Так вот, относительные легенды. Это считается одной из самых древних легенд в казахском эпосе. В общем, были два лучших друга. Это Сарабай и Карабай. И они решили, когда у них появятся дети, что они женятся друг на друге. Но Сарабай во время охоты погибает. И, как сказать, до рождения своего сына. То есть, его жена была беременна, но он умер во время охоты. Вот Сарабай. И у него рождается сын. Зовут его Коза. Коза Курпеш. Отец этой девочки, он меняет свои планы. И решает... Они встречаются, влюбляются в друга. И отец этой девочки, Баян Сулу, он решает менять свои планы. И выдать ее замуж за Ходара. Батыра Ходара, который спас его Атару Овец от Джута. Джута, это значит голод. Спас его Атару Овец от голода. И все, он принимает решение. Все, я выдаю Козу Курпеш вот за этого Батыра замуж. Она не хочет, соответственно, потому что она любит Козу Курпеш. Этот Батыр видит, что она любит другого, убивает этого парня Коза. И она решит своей хитростью ему отомстить Козу Курпеш. И говорит, я выйду за тебя замуж, если ты мне выкопаешь колодец, в котором будет ключевая вода. Он говорит, окей. Ну, он не говорит, окей, он говорит, хорошо. И, значит, выкапывает яму, при этом он держится за косы Козы, как бы чтобы не упасть, по легенде. И когда Коза видит, что яма достаточно глубокая, она отрезает свои косы, он, соответственно, падает в эту глубокую яму и умирает. А она, Коза, соответственно, на могиле своего возлюбленного совершает самоубийство, убивает себя кинжалом. Вот такая вот грустная история. Грустная история, да. Это у нас день 15 апреля отмечается, день всех влюбленных в Казахстане. Но, опять-таки, если человек отмечает и тот праздник, и тот, да, я не знаю, я всегда за. Так что такую легенду я рассказал. Хотя в комментах на мною вы укораете, что типа я вообще не умею рассказать истории, там фильмы, это правда. Про фильмы забыл же. Какая вкуснота, а. Я бы, наверное, вкусными роллами в обед, вечером, утром, в обед и вечером питался бы. Я посмотрел на днях. Офигенский мультик, называется Душа. Посмотрите, ребята, это просто нечто. Я вам уже творил, по-моему, мультик про Мякоко. А этот мультик вообще офигенский. Душа. Хотя они, в принципе, так наравне идут. Очень хорошие мультики. Плюс ко всему их снимал Пиксар и Дисней, да. Душа такой мультик добрый. Знаете, вот ты его посмотришь, и после мультика прям жить охота. Посмотрите, Душа называется. Офигенский мультик. Знаете, я его вам пересказывать не буду, потому что в этом нет смысла. Вы лучше его посмотрите. Но знаете, вот после этого фильма ты задумываешься вообще, что мы всю жизнь за чем-то гонимся. За деньгами, за работой, за тем, кого мы любим. В общем, в какой-то гонке. А сама жизнь, она ведь, она настолько уникальная, уникальная, да, вот что мы родились на свет, что мы можем видеть там солнце, что мы можем гулять по улице, что мы можем вдыхать воздух. Вот в этом уже уникальность, что мы вот есть, что я вот сейчас сижу вам перед камерой, что-то рассказываю. В этом есть волшебство, что люди вообще рождаются на этот свет. В этом уже есть волшебство. А мы что делаем? Всю жизнь ходим. Недовольные всегда. Денег мало. Боимся, ой-ой, нас это досудит. Ой-ой, мы всего боимся в этой жизни. И так жизнь проходит. То есть мы живем всегда в каком-то страхе. В страхе, что у нас не будет денег, что нас осудят, что скажут, что мы какие-то не такие, что наша жизнь кому-то не нравится. Все это херня. Вот просто я, это все херня. Надо жить. И просто вот я себя настроил, что нужно действительно радоваться каждому дню. Это понятно, что эти фразы уже избиты, что эти фразы вы уже слышите от каждой собаки, как говорится. Но действительно правда. Это правда. После мультика реально какое-то другое ощущение мира, что я. Вот эти вот ссоры с людьми, да какие-то обиды. Это все тоже херня. Это все херня. Обалденные роллы. Оказывается, знаете, много роллов и заказывать не надо. Огурец застрял. Мы когда с Мартой общались, вот с Узбекистана блогер, да, она говорит, что у них очень дорогие роллы. И у нас тоже, в принципе, не дешевые. Вот такой сет я заказал за 2 600. То есть там 16 штук было. 16 штук было, да. Так что, ребят, давайте настраивать себя на хорошее, на позитив. Что жизнь одна, что не знаю, что там будет после смерти, реинкарнация, шми инкарнация. Но жизнь одна сейчас. Ой, я-мое. Так что мы расстраиваемся, что мы что-то боимся. Так что давайте думать о хорошем. Понятное дело, что и у меня такое бывает настроение, только это уныние, да. И у вас такое бывает, думаю. Но как бы это естественный процесс, это жизнь. В этом, наверное, есть необычность жизни, что люди разные есть, которые немножко такие негативные, другие позитивные. Но мне кажется, что все-таки надо себя как-то, себя как-то направлять и всегда подготавливать к хорошему. Не к худшему, да, как вот мы привыкли, а к лучшему. Я прям все имбельсил, слушайте, это прям удивительно. Удивительно рядом. Имбире, я могу что-то полюбил, но мне нравится такой необычный вкус. Надо было слепом кушать, чтобы сытнее было. Вы меня похвалите. Я стараюсь смотреть в эту камеру, вот в эту. Да. Поэтому вы меня похвалите. Вкусные роллы. И как бы не сильно ты этот обозрался, как говорится. Хорошо же. Ой, я так поправился вообще как свинота ходячая. Надо скидывать вес. Ну, поесть я люблю что делать. Так что, вот такие дела. Дорогие мои друзья, еще раз вас с праздником. Желаю, чтобы вы любили жизнь. Для меня, например, День всех влюбленных, он же не про парочки, например, что у меня есть, кто-то, кого я люблю. Это даже любовь к себе, любовь к жизни, любовь к родителям, любовь к кому-то в том числе, к девушке. Поэтому, ребят, еще раз с праздником. Будьте здоровы, любите себя, любите жизнь, любите своих детей, близких, парней, девушек. В общем, самого наилучшего. Спасибо за ваши добрые комменты. Будьте здоровы. Еще увидимся. Пока-пока.